Начинаем вовремя. И сегодня у нас с вами очень интересный будет вебинар. Я к нему очень долго готова. Это мои, наверное, любимые темы и стилистика, и направление, действительно, как запрограммировать успех. Я хотела все-таки, думаю, что-нибудь такое интересное вам одеть, стильное, но мне больше всего хотелось, так же, как и многие участники, одеть нашу фирменную футболочку, которая универсальная, уникальная, вот, и опять же-таки настроиться на велос-стиль, потому что у нас здесь хоть и темы такие интересные, может быть, относящиеся, может быть, не относящиеся к нашей велос-прокачке, но в то же время, какова наша, действительно, цель велос-прокачки? Это прокачать не только себя, убрать несколько, пару, тройку, 5 килограммов сантиметров талии, а прокачать себя по полной, в абсолютно разных направлениях. Это не только физическое состояние нашего организма, наше внешнее какое-то, да, внешнее преображение, но также и харизма, стилистика, да, и действительно запрограммировать на успех себя. Вот такая вот интересная тема будет, честно говоря, я не знаю, во сколько времени мы уложимся, потому что, когда я начала создавать вот эти темки, пошло все больше и больше копать информации полезной, и когда тема про как я заброграммировала себя на успех, мне кажется, это надо будет потом отдельно, я буду рассказывать о вебинаре, потому что там минимум на часа 2 надо будет рассказывать. Ну и так, с чего начинается вообще наше wellness утро? Это прежде всего со стаканчика воды, не буду говорить, зачем это очень, зачем это важно, надеюсь, вы уже посмотрели наши предыдущие вебинары, Наталья Васильевна рассказывала о том, зачем нужна водичка. Дальше наше wellness утро начинается с коктейля, а также с wellness пэка. Это кто-то, большая часть людей желательно это делать во время завтрака, если есть какая-то непереносимость, то лучше в обед, либо в второй завтрак, когда уже у вас в желудке что-то есть. Это связано с кислотностью. Эта группа, может быть, 20-15% людей индивидуально. Ну и, конечно же, наше утро начинается с серии Novage. Скажите, кто какой серии Novage пользуется? Сейчас я перешла на серию Novage 25+, мне она очень нравится. Это наше wellness. И давайте подведем итоги наших показателей. Первая группа – это лидеры, как правило, которые уже давно в wellness теме, которые давным-давно уже принимают продукцию wellness, и они тоже хотели еще усилить, но уже мы идем дальше совершенствоваться. Мы только вот раз и начали, нет. И, тем не менее, вы можете посмотреть, мы снизили за все время проекта 23 кг, и вы можете посмотреть, наш средний вес по проекту у тех, кто уже давно в теме, уменьшился на 1,44 кг. В груди мы чуть-чуть, 1,65 см талии, 1,65 см в 1 и 62 см бедра. Посмотрите, как у нас пропорционально, у всех одинаково, все уменьшается. Но здесь у нас так же, как и во всех начинаниях, и как в классе есть отличники и хорошистые двоечники, а в любых группах есть отличники, хорошистые двоечники, кто начинает, бросает или потом ленится. У нас происходит то же самое, но очень интересно знать. Конечно же, мы видели такую табличку, да, но сегодня я вам покажу, кто максимально скинул в весе, и не только в весе, но самое главное – это процентный жир. Как Ирина Исаева смеется худой и тощий, да, если нас вместе поставить, я худая, тонкая, ну, вот такие вот высокие, длинные, да, вот, ну, это пародия, да, мы все с вами разные, поэтому я считала процент жира в процентном соотношении килограмм. И также, парам-парам-парам, встречайте первый рейтинг первой команды. Это, вот, смотрите, я, ура, я рада, что я нахожусь в тройке победителей, но давайте топ-5 озвучим. Это Кольцова Алина, наша спортсменка, ну, реально, действительно, эта спортсменка, она с тройняшкой, тем не менее, у нее минус 3% жира. Антонина Гримм – 3,55, я 3,57, хотя, ребята, я разжирела практически, ну, на килограммчик я, по-своему, с прошлой недели наела, потому что доча была дома, халява, меньше хожу, вот, себя ругаю. Волкова, Светлана, лидеры, да, нашего проекта, Волкова, Светлана, минус 4,41% жира, и 3,6 килограммов ушло, и Ирина Исаева победитель у нас. Это не просто, как бы, количество килограмм, оно, процент веса, самый важный процент веса, она у нас пока идет победитель. У нас middle идет 6 недель, то есть у нас всего 12, то есть сейчас, да, она идет и лидирует 5,21% веса. Вот, ну, у нас есть, конечно, и, например, Ольчика Лосец, да, она стройняшка, худышечка, вы знаете, да, некоторым, наоборот, нужно набрать мышечную свою массу, но, тем не менее, то есть у каждого цели здесь мы не будем говорить, хорошо это или плохо. Это наша с вами статистика. Наша вторая команда, наша девочка-близняшка, я немножко уменьшила ее, она действительно больше спортивная, больше у них целей, это менеджерская команда, кто присоединился чуть позже. Поздравляю, что ушло 35,7 килограммов общего веса, и практически, вот, вы можете посмотреть средний вес, минус 1,98 килограммов, минус 2,2 сантиметра получается в груди, в животе 2,56, в попе у нас сколько, объем бедер 2,72, в среднем у всех ушло, в 7, в среднем у всех ушло. Вот, это очень круто, хорошие показатели, вы можете посмотреть, порадоваться, и я порадовалась за ваши килограммы, это просто потрясающе. Как вы думаете, кто у нас максимально скинул весик, кто у нас победитель, кто знает вторую группу? Давайте посмотрим, крутыхи, да, крутыхи, а, не томи, давайте смотрим, парам-парам-парам, это, смотрите, давайте номер 1, Голик Елена, минус 7,4 килограмма, минус 7,76 процентов веса, Корнеева Елена, минус 7 килограмм, 7,37, Сергеева Анна, минус 3,5 килограмма, 6,54 процента веса, Грачеву Анне, минус 4,1 килограмм, 5,39, Исупова Ирина, 3,9, 5, то есть посмотрите, да, насколько классно, ну, есть у нас, конечно, видите, по нулям, дэн-дэн-дэн-дэн, просто, это просто, даже честно говоря, человек 7-10, тут халявщиков, которые не вписали свои параметры, как они изменились, просто, мы автоматически скопируем, копируем, копируем их вес, немножечко наша команда портит общую картинку, наши весы, средние статистики, какие молодцы, но вы видите, что в среднем, да, за 5 недель, кто вот стартовал, менеджерская команда, попозже присоединился, 3 килограмма, да, около 3-х, 3-4 килограмма, ну, вообще крутышки, и давайте посмотрим наши общие показатели, ну, 5-6 недель, кто раньше начал, кто позже начал, да, в принципе, мы все старались себя всегда держать в руках, но, тем не менее, смотрите, общая наша картинка показателей, что первое место у нас сейчас занимает Голик Елена, и 7,76% веса, желтенькая вы можете видеть, вторая команда желтеньким маркером, и беленькая первая команда, то есть вот такие вот у нас замечательные результаты, топ-5 Ирина Исаева, Грачева, Аня Сергеева, Анна Корнеева, Елена и Голик Елена. Вот, это наши такие были подведения того, что мы с вами все-таки меняемся, и это очень классно, это очень здорово. Вот, вторая группа основательно взялась, первая группа, вторая группа лучшая, молодцы, поздравляю вас, и давайте теперь, смотрите, мы с вами начинаем убирать мышечную, худеть, да, набирать какую-то мышечную массу, приобретать больше силуэт, и пора задумываться о том, что нужно что-то менять в гардеробе, потому что старые вещи у нас могут быть висеть, но, тем не менее, наша задача действительно выглядит как-то по-другому, и создавать свой какой-то стильный имидж, да, создавать свой бренд для того, чтобы совершенствоваться, для того, чтобы все наши знакомые видели, и видели, что мы меняемся, и приходили на нас как на личность, вот, и сейчас будет очень такая глобальная, большая тема, именно про, как создать свой стиль и неповторимый образ жизни. Неповторимый образ жизни мы создаем, уже можно сказать, и каждый день стараемся, чтобы день прошел чуточку лучше, добавлять какие-то яркие события, ходить в те места, в которых мы раньше не были, с детишками, с семьей, мы с мужем путешествовать, стремиться к этому. Вот, ну, а когда мы куда-то выходим, нам надо очень красиво и стильно выглядеть. Вот, меняется каждый день, да, но, тем не менее, когда мы научимся создавать базовые гардеробы, капсульные гардеробы, это нам облегчит, да, мы всегда будем стильно, шикарно выглядеть, дорого, презентабельно. Итак, давайте будем смотреть. Первый совет, нужно действительно прислушаться к себе, нужно заглянуть внутрь себя, посмотреть, действительно, какой наш стиль, комфортно, потому что, представляете, девушка, конечно, это супер выглядит девушке, когда выходит на каблуках, но, если вы не умеете носить каблуки, вы будете коряво вот так вот ходить, да, зачем вам эти нужны каблуки, вот, не надо под кого-то, скажем так, стараться косить, да, нужно выбрать свой стиль одежды, чтобы это было гармонично, ну, и, конечно же, учитывать ваш возраст, куда вы идете. У нас существует, ну, определили пять типов фигур, давайте, прямоугольник, треугольник, перевернутый треугольник, песочные часы, овал, яблочко. Да, пожалуйста, сейчас назовите, к какому типу фигуры вы относитесь, потому что мы будем разбирать, какой стиль одежды вам подходит, и чтобы вы правильно подбирали свои базовые вещи, базовый гардероб. Я прямоугольник, я на один себе отношусь, вот, первые, четвертые, а я что, мариночка, не знаю, давайте посмотрим еще раз по типу фигур. Прямоугольник, плечи, талии, бедра одинаковой ширины, не украсит фигуру, облегающие или мешковитые вещи. Выбирать стиль одежды, отдавать предпочтение стоит фасонам, повторяющим силуэт. Это прямые жакеты, юбки и свободные блузы, но с круглым вырезом, который подчеркивает грудь. Это вот примеры таких базовых вещей, которые вам подойдут. Грушевидная, тонкая, четко очерченная талия и широкие бедра. В таком случае подбирать одежду, нужно сбалансировать пропорции, визуально с узи бедрышки и придать немножко объема плечам. Вот варианты одежды. Это, конечно, ближайшие такие картинки, которые я взяла. V-образный перемерзнутый треугольник. Ширина плеч превышает ширину бедер. Подбирать одежду для такого типа фигуры можно нарастить объем в области бедер. Это клешоные юбки или платье с баской помогут решить эту проблему. А вот о рюсах и валанах и рубашках, соответственно, этой передней части нам стоит позабыть. Ну и песочные часы. Здесь уже часики были сначала. Две Леночки. Идеальные пропорции. Это, конечно же, идеальная фигурка, которую все нам хотелось бы иметь, когда плечи и бедра одинаково ширины, а талия тонкая, четко очерченная. Для такого типа фигура подойдет любая одежда, подобранная со вкусом. И когда у нас фигура О-образная, яблочко, такой тип фигуры с воздвольным волноватым девушкам. Плечи маленькие, талия гораздо больше, чем бедра. Чтобы скрыть недостатки, ни в коем случае не подбирайте объемную одежду и громоздкие аксессуары. Линии в одежде должны располагаться под вертикалью, длинея силуэт. Самым удачным выбором будет платье с нетрезной талией, удлиненной, зауженной формы. Вот. И практическое задание. На самом деле... Это я, шар, идеальная фигура. Ирина Кат. Вот на самом деле сейчас в интернете существует столько фишек интересных. Поэтому вам задание стильное... Вот сейчас вы определили тип фигуры, да? Поэтому через поисковик даже сейчас вы можете... Ну, ладно, не будем сейчас, потому что мы будем много тем разбирать. Стильная одежда для шарообразной фигуры, как в осенье я видела. Так, песочная. Для фигуры песочные часы. Я для прямоугольника для себя посмотрела. И создайте папку, сохраняйте все образы, которые вам понравятся. Там есть действительно рекомендация. Вот так лучше осенняя одежда, зимняя одежда, вечерние платья. И все подбирается. То есть все силуэты. Сначала нам нужно понять, какие элементы, какие стильные вещи сейчас идут. И опять же таки, мы можем найти с вами тип фигуры, с какую-то звезду знаменитой, подписаться в инстаграме, на их страницу. Почему? Потому что у каждой звезды есть свои имиджмейкеры, которые продумывают правильное сочетание цветов, одежды, стиль, обуви, аксессуары. Назовите мне какую-нибудь звезду, подходит, может быть, не только по фигуре, может быть, с вашим типажом ассоциируется. Напишите мне сейчас, пожалуйста, одну звезду, которая ассоциируется с вашим типажом. Может быть, вы внешне чем-то похожи. У меня, например, Пугачева, да? Интересно, ну вот по типу, да? У меня, например, Перис Хилтон. Мы такие же худые, прямые. И когда я была блондинкой, чем-то у нас хуже были. Вот как-то вот на ум пришла. Я смотрю периодически, конечно же, она тусовщица, у нее там больше всех таких вот вещей клубных, но тем не менее можно смотреть. Вот Аня Лорак, хочу быть такой, да. Красивая, стильная женщина. У кого еще? У кого попочка есть, грудь, вот, например, Кин Кардашьян. У нее всегда элегантный, шикарный. Вот я привела, вот, ну, потрясающая одежда. Нужно смотреть, подпишитесь. И вы можете фотографировать, там можно головку даже обрезать, какие-то платьишки периодически. Вы знаете, пробуйте выкладывать себе в Инстаграм какие-то интересные вещи, какие-то интересные луки. Почему? Потому что за вами наблюдают. И все-таки стиль – это дополнительное привлечение к себе внимания. Потому что очень часто на вас подписываются те люди, которые либо хотят на вас более быть похожими, либо у вас что-то общее. Угу. Вот, видите, а кто-то после родов поправится не может. Так, теперь нам важно определиться с цветотипом. У нас существует всего 4 цветотипа. И, конечно же, будет, например, лето, даже зима, она будет более мягкая, более контрастная. Да, можно подразделять. Но всего существует 4 базовых цветотипа. Практически большая часть россиянок относится к типу лето. Вот. Но, тем не менее, мы можем сейчас посмотреть и поиграть. Давайте. Весна. Вот здесь очень важную, интересную табличку я подбирала, нашла. Которые по типу внешности вам подходят цвета и не подходят. Потому что красное, да, у всех должно быть в гардеробе, по идее, красное платье, которое сексуально смотрится. Но есть красные оттенки, которые вам подойдут, и красные, которые не подойдут. Синий, который подойдет вам и не подойдет. То есть вот эти нюансы вы должны себе запомнить, сохранить и эту палитру всегда носить. И желательно в следующий раз, когда вы пойдете в какой-то магазин, у вас должна быть папочка, да, или на телефоне просто отдельная закладочка, где вы открываете и подсматриваете. Потому что потом у вас автоматически будет закладываться, что, о да, это мой цвет, или немножечко не тот, да, немножечко подобрать. Итак, внешности, да, здесь оттенки все светлые, легкие, цвета, да, можете пробежаться. Я не буду комментировать, особо читать, кто весна, весенние, прозрачные оттенки. Лето. Это большая часть нашего населения, ой, скажем, России. Как ни странно, оказывается, оранжевый цвет нам не подходит. Очень интересно, да, вот я, например, даже не знала, что... У меня, честно говоря, в моем гардеробе нет ни одного оранжевого цвета, ни одной оранжевой вещи. Я не знала даже, что этот действительно цвет не вообще катастрофический. Это я, да, теплета. Его нужно вычеркнуть. Кто есть оттенок лета у вас есть? У меня, например, нет в гардеробе ни одного красного платья. И я знала, что это мне не подходит. Но смотрите, я нашла, что мне, оказывается, подходит. Вот, например, когда я себе подбирала вот такую штучку... Кстати, я вам всем сказала, чтобы у вас обязательно были эти оттенки, да, а у меня их нет. Поэтому я сейчас вот так вот сделаю себе, опа, и сфотографировала. А, это, походу, дело, да? Смотрите, какая нам гамма идет. Смотрим дальше. Видим, рыжая, это рыжая бестия, коварная... Рыжая, как она с конопушками, да, это действительно очень редкий тип. Вот, обычно, это классная такая шикарная женщина. У нас есть женщины в команде с рыжим. Осенью тип осень. Вы знаете, тип осень, это более как сана, мне кажется. Она рыженькая, у нее веснушки. Это с команды Светланы Волковой, мне кажется. Вот я на вскидку вот сейчас вот думаю, что больше, наверное, к этому типу относятся. Кто есть? Леночка в команде. И очень интересные, красивые, такие сексуальные женщины. Тип зима. Такой стравагантный тип внешности. Контрастный, очень контрастный. Но бывает зима натуральная, зима теплая и зима яркая. Это их цветовая гамма, тоже нужно, если кто-то... Есть у нас в команде, кто относится к тему зима. Например, я зима натуральная. Ага, ты, наверное, Катюшка, да, зима натуральная. Ирина Исаева зима. Мы изучили свои цветовые гаммы, теперь пробежимся дальше. Через поисковик. Найдите одежды для цвета типа «Лето». И вот так вы смотрите. Во-первых, вы нашли для вашей фигуры раз. Второе, вам нужно для своего цвета типа найти. Это будет два. Создайте папку и сохраняйте все образы, которые вам понравятся. Перебрать свой гардероб по табличке нужной цветовой гаммы и фасона. То есть посмотреть, что вам подходит, что вам не подходит, отложить до каких-то, не знаю, может быть, времен, а может быть, просто уже стоит раздать. Потому что, когда мы уменьшаем наши параметры, скажем, оттверждение становится лишней. И все-таки хочется его гардеробчик обновить. Очень красивое сочетание. Кстати, какой из гардеробов вам больше по стилю нравится? И вот заметьте, вот сейчас это, например, я взяла тип «Лето», потому что у нас больше количества. Представляете, у нас будет новая сумка по рекрутинговой компании. Как эта сумка будет шикарно сочетаться со всеми шести образами. Правда же? Вот еще такой цветотип «Лето». Пожалуйста, это блузки. Мы с вами еще проберемся про базовый капсульный гардероб отдельно. Ваша гамма, ваши стили одежды. Вот такое вот интересно будет белье смотреться вам. Платьица. Так, смотрим. Вот так. Опять же-таки, вот это придет цветотип «Лето». Это больше осенняя с вами гамма подойдет. То, что нам нужно сейчас настроиться. Такая гамма. Будем посмотреть, уже что-то подбирать. Ну, это уже я видел, вам показывала. Красота всякая, да. Вот так же такое сочетание. Такое сочетание. Еще раз, наберите цветотип «Лето», и вы можете посмотреть множество комплектов. Вот у кого есть такая проблема, что шмоток много, забит гардероб, открываете, а носить нечего. У кого есть такая, у кого бывает такая проблема? Открываете, и вы начинаете опаздывать. Ой, что я одену, я не знаю там, и все, у вас вроде бы всего накидали. Это означает, что у вас нету гардероба. Это все набрали. Вы пришли в магазин, выходите по магазинам, увидели случайную вещь, купили ее, а потом понимаете, что просто-напросто она вам то ли не подходит с кем-то, не совмещается с каким-то стилем одежды, и она просто лежит. Когда вы покупаете новую вещь, важно думать о том, чтобы она сочеталась минимум с тремя вещами. Если у вас не будет трех вещей, вы можете прийти домой, посмотреть, и обратно сходить и вернуть в магазин в течение, по-моему, 7-10 дней. Главное не оторвать чек. Вы можете сказать, что это мне не подходит, и деньги вам вернут. Дальше, следующая отличительная вещь, это какой-то аксессуар. Что-нибудь такое уникальное, что может быть, которое дополнение пойдет к любому образу, чтобы подходило ко всему. Это должно быть такой-нибудь яркий стильный аксессуар. Сумочка, шляпа где-то, какой-то, тем более компания Reflame нам помогает. Но здесь можно иметь какой-то отдельный брендовый. Смотрите дальше. Следить за модой, это не означает полосу следовать ей. Важно все-таки научиться собирать вещи по цветовым гаммам. Это должны быть в большинство случаев какие-то классические стильные вещи. И вот посмотрите, вот я, например, смотрю, и я просто балдею от среднего. Аж какой красивый, да, красивый комплект. Тогда идет сочетание серой с таким, это опять же-таки цвет, цветотеп лето я подобрала. Также casual, посмотрите цвета. Здесь должно быть не больше двух-трех цветов. Или в рамках одной цветовой гаммы небольшие нюансы оттеночки. Насколько шикарно, дорого и стильно смотрится. Это, конечно, не обязательно должно быть дорого по стоимости, но когда вы подбираете, вы смотрите и накидываете, перед тем, как в следующий раз пойти за какой-то покупкой. Да, ну да, вечерний третий класс смотрится, это уже как бы вечерний. Чтобы когда вы идете за какой-то покупкой, вы смотрите тот список вещей, которые вам нравятся, вашему цветотипу, ваши гаммы, ваша папочка и идете. Желательно, может быть, составить список, убрать все лишнее, например, оставить в папке, вы набрали все, то, что вам понравилось, а потом убрать лишнее, перенести там прочее, что менее нравится. И вы так определитесь то, что вам нужно, поискать, может быть, даже на каких-то сайтах. Но, конечно, лучше все-таки мерить. Дальше, найти свой собственный стиль, это непростое занятие, без экспериментов тут не обойтись. Пробуйте что-то новое, прическу волос. То есть, когда вы цвет, даже когда вы меняете ваш цвет волос, соответственно, очень часто вы, может быть, попасть в другую гамму, и, соответственно, нужно будет немножко менять свой гардероб даже. Макияж, ну, здесь уже однозначно будет. Семь. Учимся сосчитать вещи. Не нужно сосчитать между собой, а вещи холодных и теплых оттенков, дальше, в целом образе не должно быть не больше трех цветов, разве если они будут одного оттенка того же базового цвета, ну, небольшие нюансы, да. Лучше подобрать одежду тех цветов, которые подходят вашему цветотипу. Одежду из плотных тканей нужно одевать только поверх всех остальных. Не надо забивать гардероб ненужными симпатичными вещичками, которые ни с чем не сочетаются. О чем я говорила, да, пошли в магазин, увидели, ой, какая супер, какая классная кофточка, купили, а она валяется, может быть, даже с этикеткой, а носить ее совершенно не для чего. Восьмой, аксессуары, да, вот икона стиля Виктория Бекхам всегда говорила о том, что аксессуары это дополнение любого образа. Очки, часы, сумма, рефлеймная помощь, постоянно выпускают очень новые интересные коллекции, которые дублируют какие-то брендовые. Но важно, что не стоит использовать в одном аксессуаре больше трех различных, ну, в одном образе больше, чем трех различных аксессуаров. И, знаете, помню, когда мне было, наверное, лет 16, мама брала кольца и вот так вот все надевала кольца, здесь кольца, здесь вся такая в золоте была, такая модная, крутая. Ну, в принципе, это модно было раньше так носить на всех практически пальцев. И у нас была преподаватель, женщина из очень обеспеченной семьи, у нее то ли сын, то ли кто-то в мэрии, она настолько вот икона стиля, ей было где-то около 50 лет. Ну, она такая элегантная, шикарная, дорогая. Она говорит, Ирина, помню, когда она мне сделала замечание, говорит, Ира, не носи никогда больше двух колец на одного пальца. И вот как там тогда стильный, я думаю, ну, почему нет, ну, все носят, ну, это же круто, у меня там, вот я такая крутая. И как-то вот на всю жизнь запомнила ее фразу, все, потом начала вспоминать, понимать, прислушиваться, да, иногда хочется все на себя деть. И сейчас, кстати, я вот буквально днях приходила, пришла в магазин, опять вижу продавщицу, у которых минимум три, у кого четыре кольца на одной руке. Ну, вот как бы так до сих пор это, оказывается, существует. Понятно, прическа и макияж, арифлейм нам в помощь, да, это краски. И краски натуральных оттенков, вот здесь мы уже сами подбираем, и на супу в кольце носит, да. Не буду об этом останавливаться долго, мне нравится тем, что Арифлейм продумывает для нас модные тренды. Сейчас, например, будет журнал следующий, где будет гимной легкий макияж, новая серия, да, которая, в принципе, оттеночки, они сочетаются. То есть, вот, продумано. То есть, как капсульный гардероб мы с вами будем разбирать, состоит из определенной цветовой гаммы, подбирается один к другому, так и компания Арифлейм в образе макияжа нам подбирает. Кроме того, если вы найдете всегда в каталогах или где-то на картинках звезд, вы найдете какие-то прически, образы. Также смотрите, экспериментируйте со своей внешностью. Об этом не будем останавливаться. Обувь. Обувь. Я понимаю, что, конечно, есть такое понятие, что чем больше, тем лучше, но все-таки мы должны, опять же-таки, найти все-таки базовую обувь, сделать базовый гардероб. Вот не так, что всегда вы ходите, вау, я хочу себе найти вот такие, такие вот босоножки или такой обувь, ну вот что-то такое оригинальное. Все оно такое уже, нет, я хочу себе вот, ой, все одно и то же. Вот ходишь-ходишь по магазинам и вроде не находишь. Нет, все-таки давайте с вами определимся, что если вы хотите быть стильной женщиной, у вас всегда должно быть первое, хорошее, качественно, очень брендовые, дорогие туфли черного цвета. Это могут быть либо замшевые, может быть лаковые. На каблуке, на шпильке желательно не больше 7 сантиметров, потому что все остальное это красиво, но это неудобно. Скажите, у кого есть черные классические туфли? Где-то 7 сантиметров, может быть это даже замша, лак это не совсем классика идет, есть, да? Вот, скажите, у кого есть бежевые, бежевые туфли, либо туфли телесного цвета? Это тоже туфли, которые должны быть у каждой девушки. Сейчас это очень модно, это в тренде, у меня тоже, кстати, нет. Я смотрю, там, ой, лабутены, пошли все фишки, думаю, нет, не буду, все ходят в них, но чем больше я смотрю сейчас, обращая внимание на звезд, на всю нашу серию телегрити, которые там американские звезды, я все чаще-чаще замечаю, что бежевые, это не должны быть лабутены, понять, это, да, фишка, вот, да, там, что красная. Нет, это просто должны бежевые быть обувь. Она подходит подо все. Не знаю, как у вас, у меня, например, нет абсолютно черной обуви для зимы, у меня, я собираю сапоги, у меня бежевые, серые, ну, я очень люблю замшу. Замши и она, поверьте, тоже подо все подходит, и это больше к типажу лето идет. Вот, хотя, конечно же, у нас должны быть на грязь какие-то там ботиночки, ботильоны, все, но старайтесь, чтобы у вас были не просто, ой, у меня супер-пупер красивая обувь, но все-таки должны быть обязательно базовые. Тем более, например, когда вы едете на конференцию, вам нельзя драть много пар обуви в чемодане, но, как правило, я посчитала, 5-6 пар обуви всегда идет. Вот, это шлепки, ну, там, понятно, где ты купаешься, это бегать сейчас, когда мы поедем в Сочи, ну, в принципе, вы немного будете ходить, обязательно нужно самую растоптанную обувь брать с собой, потому что бегаешь. Когда вы идете на конференцию, на какое-то мероприятие, обязательно надо с собой брать балетки плюс каблук. На каблуках вы можете сходить грациозно в туалет, сфотографироваться на сцену, встать, да, но сидеть вы должны в балетках. Так же, как и, например, вы за столом, какой-то банкет идет, да, очень тяжело пробыть, поверьте, там, 4-5 часов на каблуках, вот, ну, это некомфортно, поэтому всегда у вас, например, под столом должны стоять балеточки, вы переоделись, переобули, покушали, потом встали, одели каблучки и дальше очень красиво, грациозно пошли. Почему? Потому что если у вас за час вы стерли ноги, вы к концу мероприятия будете вот так вот переваливаться, да, у вас будет никакая мимика, поэтому всегда делайте, берите на вооружение, у вас все должны быть черные балетки. Далее, нам важно создать базовый и капсульный гардероб, поэтому в поисковик вам важно забить, создать базовый гардероб или капсульный. Кто знает, что такое капсульный гардероб? Да, плюс, минус, минус. Плюс, минус поставьте, капсульный гардероб. Капсульный и базовый гардероб это разные вещи. Давайте с вами, смотрите, что такое базовый гардероб. Базовый гардероб, как правило, это сейчас фотография базового гардероба. Это натуральные оттенки, черно-белая, как правило, черно-белая гамма, серая гамма, вот такая гамма, джинсы, брюки, это классические. Вот, что такое капсульный гардероб? Это однотонные вещи, однотонные, 70% однотонных вещей, но там есть другие оттенки. Там идет розовый, это все зависит от вашего типажа. То есть вы, например, базовый капсульный гардероб собираете в зеленой гамме, в оливковой гамме, в бежевой гамме. То есть базовый гардероб и капсульный, они немножко различаются. То есть в капсульный гардероб мы можем добавить какое-нибудь один цветовое пятно на какую-нибудь красивую копточку с каким-нибудь принтом. В базовом гардеробе нету, ну, можно, может быть, тельняшку еще, да, тельняшку или клетку в базовую вложить. В капсульный гардероб мы можем какой-то цветной яркий акцент. Сейчас давайте будем разбирать, потому что нам нужно сочетание цветов сделать. Смотрите, вот это капсульный гардероб. Когда мы из 13 комплектов, 13 у нас вещей, мы создаем 22 новых образа. Смотрите, вам каждому нужно найти свой, создать свой капсульный. Капсульный гардероба бывает капсульный, вечерний капсульный, ой, я имею в виду casual гулять, да, офисный капсульный, осень, зима, лето. Это капсульный. То есть вы на сезон убираете все ненужные вещи, достаете столько одежды, которая минимум сочетается с тремя вещами. То есть мы смотрим, мы научимся с вами создавать вот эти вот капсулы. Я вам покажу офигенную программу, как еще можно создавать, чтобы вы посмотрели. Итак, первое. А, вам нужно знать свое, какие по силуэту вам подходят вещи. Раз. Первое. Второе. Вашу цветовую гамму 2. Вы себе заметочку. И третье мы просто можем совмещать. Посмотрите, здесь всего два варианта обуви сделаны. Видите, бежевые и серенькие, серая обувь такая, да. И насколько шикарно, классно, стильно это все будет сочетаться. Вот. Тоже посмотрите, здесь всего собрано сколько одежды, да. Вот, пожалуйста, еще вариант капсульного гардероба. Платье черное. Посчитайте здесь сколько. То есть в капсульном гардеробе у нас примерно 6-12 одежды. 6, да, 6-12, ну 6 и чуть-чуть побольше. И минимум 20 образов вы можете создать. Минимум 20 образов сочетать. То есть каждый день, вот смотрите, еще 6-10 вещей, и у вас 20, даже до 35, мы разберем примеров, 30 дней вы каждый день одеваетесь по-разному. Понимаете? И вы вкладываете в шикарные вещи. Нужно думать о том, что вы будете покупать, и вы не будете брать лишних вещей, покупок. Да, у вас должны быть вот такие собраны, что вам нужно докупить. И когда вы ходите по магазинам, кстати, вы ни в коем случае не ходите с кем-то, с мамой, потому что вы будете гардероб подбирать для мамы, мужем, потому что ему и все, и так нравится бы, быстрее бы пожрать и срулить домой. Не с ребенком, ни в коем случае не с подругой, потому что подруга подбирает по себе. Вы должны сами сесть, понять, что подходит именно вам, отобрать по папочкам и идти самостоятельно, желательно, утром. Да, и с определенной суммой бюджета, и конкретно, что вам нужно. Смотрим дальше. Вот, пожалуйста, тоже, вы видите, как сочетается тоже капсульный гардероб, три варианта обуви. Капсульный гардероб строится снизу, то есть мы покупаем сначала нижнюю одежду, и потом уже подбираем к ним вверх. Видите, как классно все сочетается, то есть полностью вот три варианта низа, все вот эти блузки, они меняются. То есть низ баз у нас база, такое правило, что вверх у нас должно быть в два раза больше ассортимент, чем низа. Так, вот тоже пример, смотрите, мы берем всего 13 вещей, и здесь, по-моему, вот из 13 вещей 35 вариантов одежды. Давайте посмотрим, какие варианты можно посмотреть, сделать. То есть, вот, пожалуйста, 20 вариантов, то есть на вскидку, какие юбочки, с каким шарфиком, с каким жакетиком, и все время, каждый день вы совершенно в новом образе. То есть, когда вы выходите на улицу, вы прежде всего смотрите, а что у нас по погоде? Если солнышко, ой, окей, сегодня я могу одеть юбку? Да, я могу сегодня одеть юбку, дальше вы смотрите по табличке, какие у меня варианты юбки есть, есть черная, есть бежевая. Если сегодня холодно, некомфортно, взять можно джинсы, джинсы или платье, ну, джинсы, штаны, и дальше смотрите уже то, что вам идет по одежде вверх. Все, вот так вот мы составляем свой базовый гардероб, и мы можем каждый день одеваться совершенно неповторимо, стильно, дорого. Вот такие примеры капсулных гардеробов вы можете найти очень много. Тоже смотрите, 10 вещей, 10 дней. Смотритесь, да, какой вариант вам одежды больше нравится, вам, ну, вот такой яркий, ваша. Вот, посмотрите, здесь, опять же таки, присутствуют какие оттенки? Черная классика, серый уникальный, розовый и белый, все, то есть буквально несколько цветов, но все это насколько сильно сочетается. Для сидящих в декрете, опять же таки, опять же таки, это означает для той, которая не выходит или с ребеночком, ну, конечно, вы можете просто погуглить. Я вам эту тему даю для того, чтобы вы посмотрели, что вам нужно и создавлять капсульные гардеробы. Вот, смотрите, еще вот такой, вот, пожалуйста, для сидящих, может быть, ну, не в декрете, это, видите, полуофисный даже стиль, под одни те же, под одну и ту же обувь, ну, здесь, ну, опять же, я девушка хотя бы от черной каблуки. Вот, насколько есть два низа и вот в два раза, о, три получается, низа и в три раза больше вещей вверх. И у нас, соответственно, вот только вот вариантов одежды. Капсульный гардероб, вот, еще раз, капсульный гардероб, еще раз, мы не покупаем вещи, мы не называем, что она у нас в капсульном гардеробе, если она не сочетается как минимум с тремя вещами. Поэтому всегда, когда вы будете покупать какую-то вещь, обязательно думайте. Для этого нужно заранее продумать вот именно вашу капсулу. Я нашла такую фишку, девочки, просто офигенный сайт, где вы можете сами создать капсульный гардероб. Я ее не изучала, я просто, наберите, как создать капсульный гардероб в и поли, поливор, называется поливор. Вот такая, вот такой вот сайт, сфотографируйте себе его. Ну, вот здесь вы можете выбрать все нюансы по вашей одежде, все. То есть здесь мы можем вот такие вот красивые, шикарные ваши гардеробчики делать. И найти определенную сумочку, даже как в Арифлейм, например, какая-то вот косметика, то есть просто вообще офигенный такой сайт, причем он бесплатный. Вот, например, вы хотите найти жакеты, бац, нажимаете жакеты, и какой гаммы нажимаете, какой вы хотите найти. То есть там много страничек, вы хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, то есть вы себе набираете, что вы хотите видеть. И чтобы потом сочетать и искать подобное в магазинах одежды. И уже конкретно, целенаправленно идти и покупать то, что вам нужно будет сочетаться с вашим капсульным гардеробом. Вот, вот, например, красный, вы хотите красное платье. Красное, бац, вы хотите красное платье, и смотрите, здесь вот там 5 страниц, какого красного платья, какого типа вы хотите его найти. Пожалуйста, вы смотрите по-вашему, нюансы, понимаете, помните, нюансы, красные оттенки бывают более темные, теплые, вот, вот такие вот, что вы не хотите. Что не хочешь, Анют, что не хочешь. Красное, пожалуйста, черное или зеленое, темно-зеленое платье вам нужно, вы выбираете. И вот, пожалуйста, варианты в платье, которые есть. Черное платье. У каждой женщины должно быть черное платье. Пожалуйста, набирайте черное, там 10 вариантов страниц, вы можете смотреть и подбирать по типу фигуры, что вы хотите. Или также пойти потом в паркной заказать. Красный надо, очень сложный, коварный, нужно уметь его носить. Да, вот, смотрим, да. И вот, например, как можно создать. То есть, вот, пожалуйста, варианты капсульного гардероба. Где вы создаете то, что вам нужно. То есть, вы находите определенную цветовую гамму, которая вам нравится. И вот эти вот вещи вы можете сочетать между собой. Потом разложить. И вот это у вас, и вот это у вас будет такая картиночка, ваша напоминалочка. Что вы, например, хотите летом, да. Или что вы хотите осенью. Пересмотреть все вещи, которые у вас есть в гардеробе. Уже, потому что нам не надо много тратиться. Отобрать из них те, которые являются базовыми, куда мы их хотим положить. Опять же, такие базовые капсульные вещи, это в основном классические, которые носить можно много лет. А не те, там, вау, купила модную кофточку, и что, один от сезона оттаскали ее или как. То есть, вот здесь мы смотрим. Вот, поэтому практическое задание. Выделите день, чтобы разнообразить свою одежду. Первое. Сфотографируйте вашу одежду, чтобы вы понимали, что у вас уже есть. Сфотографируйте все ваши аксессуары, украшения, ремни, шарфики, сумки. Сфотографируйте обувь. Сохраните все в альбомах, чтобы можно было вспомнить все. И создавайте новые папки по сочетанию образа. Как примерно может даже это выглядеть? Вы можете вот так вот взять, сфотографировать, подобрать всю вашу одежду и вот создавать, например, вот такой вот капсульный гардероб. Интересная фишка. Сколько у нас аксессуаров, правда же? Если у вас будет отдельный альбомчик, какие у вас аксессуары есть, вы всегда можете вспомнить, что у вас есть. Потому что, поверьте, в Арифлэйм сколько мы всего покупаем, правда же? А сколько сумочек мы с вами в Арифлэйм покупаем, и они хранятся на всяких полочках. Выбросите купить новую, но главное не рассматривать, когда собираем на вынос. Нет, девочки, вы должны понять, да, потому что у вас, может быть, даже в загажнике есть одежда, которая можно сочетать с новыми вещами. Вы просто соберите себе, выберите, вот сейчас, например, начинается осень, подберите себе максимум 15 вещей, которые вы будете носить каждый день и сделать капсульный гардероб. И докупить туда буквально одну-две какой-то вещи, может быть, три вещи, но чтобы это было в какое-то сочетании, какой-то гамме. Окей? Вот. Это была первая тема. Скажите, вам была она полезной? Для кого что было новое? Вот, поэтому просто гугл вам в помощь. Мы просто выбираем, смотрим дальше. Еще раз, подведя итоги, нам надо понять по типу фигуры. Раз. Второе. Осень, зима, леда. Это гамма. Сфотографировать себе наша гамма. Ой, еще знаете, какая фишечка? Есть, что... Простите, я... Ой, вы знаете, я сфотографировала и не сохранила, к сожалению. Есть такая фишечка, еще один сайт. Например, вы выкладываете свою одну фотографию, то есть цвет, который у вас есть. Цвет, который у вас есть. И к нему подбираются цвета компаньона, тех вещей, которые нужно... Шикарно сочетается, то есть, чтобы вы посмотрели, какие можно либо докупить, либо просто-напросто сочетать. То есть, идеальное сочетание цветов. Так, нету, нету этого слайда. Наверное, делала слайды, не сохранила, да. Ну, в общем, вот такая тема. Надеюсь, у нас будет с вами новенький, да, шикарный гардеробчик. Фотографируем вещь со цветом. Выбираем. Да, девочки, вы просто можете что? Сфотографировать все свои вещи, разложить, вот убрать на пол, да. И эту вещь сфотографировали, эту сфотографировали. У вас будет отдельно сфотографированы вещи. Просто вы знать будете, что у вас вообще есть. Раз. Второе. Вы можете тут же из этих вещей, у вас есть папочка, посмотреть даже на компьютере, посочетать, что вам подходит. И сфотографировать отдельно ваши луки. Лук вот этот вот, вот этот вариант, вот этот вариант, вот этот вариант, вот этот. То есть подобрать какие-то еще аксессуарчики, вспомнить все называется. То есть если вы один день выделите действительно день, что у вас есть, ревизию своего гардероба, потому что нам сейчас нужно переходить на осень, просто летние вещи мы убираем, либо может быть оставляем какие-то базовые топы, что у нас остается, там что мы можем взять. Еще раз, не покупайте много модных вещей, покупайте больше однотонных базовых классических вещей, они никогда не выйдут из моды. И просто пособирайте по гаммам. Мне нравится, например, у меня есть голубая гамма, у меня есть фиолетовая гамма, зеленая гамма. То есть я собираю, и когда я иду в магазин, вот тоже девочки на конференциях не могут понять мой шоппинг. Я пробегаю вот так, раз остановилась, ба-цвет, хоп-сюда, вот здесь, вот так, вот так, быстро примерила, тут же пошла. То есть я могу за час купить очень много вещей, потому что я знаю, какие мне оттенки идут. Я собираю на оттенках. Ну и потом уже, ну, как бы, потом я знаю, с чем можно сочетать. Вот, это была первая бесплатная часть, скажем так, для тех, кто у нас не был в прокачке. Вот, у нас идет время пить коктейль. Я приготовила себе водичку. Вот, со мной, может быть, кто, скажем так, присоединится ко мне. Беру мерную ложку вэллес-коктейльчика и все это буду взбивать. Да, я сейчас буду, ставлю первую часть, убираю записи. Да, окей.